А-А-А-Е, Радио Аврора А-А-Е, Радио Аврора Так сказать, они сейчас находятся в квартире. Мы в предыдущем выпуске вам рассказывали о том, что поздравили сначала ветеранов. Но есть, конечно, и те ветераны, которые в силу, скажем так, не самого лучшего самочувствия, они просто чисто физически не могут добраться до Парка Победы для того, чтобы отметить со своими сослуживцами этот замечательный праздник. Так вот, именно к таким людям мы сегодня тоже решили прийти домой. Причем именно домой, для того, чтобы поздравить, сделать скромный подарок. Но перед тем, как поприветствовать Тосю Арминаковну, это как раз наша героиня, тоже она участница Великой Отечественной войны, я бы хотела еще раз всех поздравить с праздником. Тут у нас сидят улыбчивые ребята. Кстати, сидит уже не только Мариана Охотникова, но и диджей Гринго. Привет, Гога! Здравствуйте, дорогие мои. Хочу присоединиться к поздравлениям, конечно же, в первую очередь поздравить ветеранов, поблагодарить их за все то, что они сделали для нас, и поздравить всех слушателей, что у нас есть эта возможность отмечать такие праздники, собираться вместе и делиться своими эмоциями. Надеемся, что сегодняшний день наполнит не только наши, но и ваши сердца теплом, любовью и радостью за жизнь, за все, что у нас есть. Гог, ну, я, насколько знаю, ты пришел тоже в студию не с пустыми руками, а с очень интересной информацией. Да, вот сегодня мы как раз наткнулись в сети на очень интересную вещь. Вот ты мне поможешь. Да, она очень показательна, особенно для молодого поколения, потому что вот герои сейчас у нас, ну, какие бывают герои, да? Там, я не знаю, Супермен, Спайдермен и так далее. Но это на самом-то деле, тогда и в те времена были совершенно иные герои. И именно они, я считаю, и я думаю, многие со мной согласятся, имеют право, единственное, имеют право называться героями. Так вот сейчас наш диджей Гринго просто зачитает вам записки из дневника одного немецкого солдата, который воевал под Сталинградом. Потом, кстати, он попал в плен, а в 1953 году, представляете, еще и здоровым вернулся домой. И вот, что он писал под Сталинградом, когда находился и воевал. Это очень интересно, послушайте. 1 октября 1941 года. Наш штурмовой батальон вышел к Волге. Точнее, до Волги еще метров 500. Завтра мы будем на том берегу, и война закончена. 3 октября. Очень сильное огневое сопротивление. Не можем преодолеть эти 500 метров. Стоим на границе какого-то хлебного элеватора. 6 октября. Чертов элеватор. К нему невозможно подойти. Наши потери превысили 30%. 10 октября. Откуда берутся эти русские? Элеватора уже нет, но каждый раз, когда мы к нему приближаемся, оттуда раздается огонь из-под земли. 15 октября. Ура! Мы преодолели элеватор. От нашего батальона осталось 100 человек. А потом последняя запись. Оказалось, что элеватор обороняли 18 русских. Мы нашли 18 трупов. Представляете, 18 трупов. И их штурмовал батальон. Вот, вот, вот после, да, тут уже и аплодисменты, по-моему, знаешь, даже не помогут, когда ты понимаешь, что 18 человек, они оборонялись в условиях совершенно нам непонятных, незнакомых. И дай бог, чтобы мы, наверное, никогда не узнали, каково это вот участвовать в такой битве. И тем не менее, друзья, раньше считалось, да, здесь просто написано русский, но ведь речь идет, в принципе, о советском солдате. Да, это были... Это люди совершенно разных национальностей. Все народы, которые жили тогда. Да, и что хочется сказать. Хочется просто подчеркнуть, что, ребят, вот это вот герои. Это те самые 18 человек, которые пытались отразить огонь целого батальона. Представляете, и они очень долгий период времени, они это даже делали. И делали, ну, в данном случае, хоть и не до победного, хотя, если судить несколько иначе, войну-то мы все-таки выиграли. В общем, друзья, по-моему, очень показательный пример, очень показательная информация. Поэтому, вот, я даже не знаю, как перейти, как сделать этот, знаете, ведущинский переход от этой информации уже к нашей героине. Хотя, наверное, уже одно то, что сегодня праздник... Скажем так, перейдем от истории к нашим дням. Уже к практике, уже действительно к практике, потому что очень-очень я рада, что мы сейчас живем в те времена, когда все-таки герои еще живы. Слава богу, что нам есть на кого равняться. Алло, Марина, теперь мы пытаемся с вами связаться. Слышите отлично? Отлично слышим. Ну, а мы вас и слышим, и видим. Представляешь, Марина, на www.radiavrora.ai. Марина, я вижу, что ты не одна, ты находишься сейчас в квартире. Да, Люсь. Какой адресу, если можно? Если честно, я не запомнила адрес, по которому мы находимся. Это Комитас. Так. Вагарщан. Вагарщан. К улице Вагарщана. Вагарщан, Таснегинг. Вагарщан, Таснегинг. Армянский, конечно, оставляет желать лучшего. 15. Но мне выпала честь сегодня сидеть рядом с женщиной, которая, как ты уже сказала, пережила Великую Отечественную войну. Ей через месяц исполнится 90 лет. Зовут ее еще раз Тоса Армянаковна. очаровательная женщина, очень привлекательная женщина, очень привлекательная, должна заметить, которая сейчас сидит и слушает нас. Добрый день. Добрый день, Тоса Армянаковна. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. Ой, это вам спасибо. Ваше спасибо после моих поздравлений звучит, знаете, как... На самом деле, я тоже очень горда тем, что сегодня имею возможность с вами поговорить. Тоса Армянаковна, вам вот как легче по-русски, по-армянски общаться? Вы только скажите, все будет. Как попало. Как попало. Тогда, наверное, по-армянски. Да, да. Тоса Армянаковна, наверное, у вас тоже есть много историй, вы ведь прошли войну. Для начала я просто хочу вам пожелать здоровья. И вот мы узнали, что через месяц у вас будет день рождения. Вам исполнится 90 лет. Такой путь прошли. У вас, наверное, столько воспоминаний. Можете ли вы сейчас вспомнить какую-то историю, связанную тоже, может быть, с войной? Или какой-то у вас есть жизненный опыт, который бы вы хотели передать молодому поколению? Вы... Тычный опыт да не так том, да я также сказал, что в каждом stanie. Вы dedim. Сколько изуч 이거는? Вы дети наде cribков совершенно, потому что все revelали все необходимые люди. Вот, наверное, везде остались местные люди, которые вы Tasали его, которые занимались к Казеве. Но, я удачно искал заявок. Из-за нее 후, теперь стоимость активное для вас поколения, дружокersch dioxide, она наша жизнь. Продолжение следует... 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 Вот как, например, Тося Арменаковна, может быть, на работе, в институте, в школе, неважно где, мы везде вас найдем и причем придем к вам не с пустыми руками, а с подарками.